Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платёжными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Авангард. Мы находимся на цис-майноре в самом буквально снежном городе Катавице. Это наш первый влог. Сегодня медиадень. Погнали! Да, друзья, цис-майнор начинается прямо здесь, на медиадне, когда игроки принимают участие в разного рода активностях, дают интервью, комментарии, фотографируются. Всё это для официальной трансляции, и мы покажем, как это всё происходит изнутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне всегда было интересно, вот эти вот фотографии, вот эти пафосные, которые вы делаете, да? А нельзя какое-то разнообразие внести там, типа, ну знаешь, дать честь какую-нибудь пафосную, расстрелять кого-то с пистолета? Ну, здесь не я решил, мне кажется. Ну, мне, по сути, все равно. Если организация, ну, организаторы что-то хотят интересное сделать, они делают. А так, на ESL обычно так скучно. Субтитры сделал DimaTorzok Вы, наверное, удивляетесь, где сейчас находится Ким, почему он не записывает этот влог. Дело в том, что он сейчас занят над созданием суперского контента и поэтому не может посетить Майнер, к сожалению. Но зато у вас есть я, Тарас Бортник, ник Квинт Юэй. Вот. Ну, а мы возвращаемся к нашему блогу. Друзья, игроки уже вернулись в отель после тяжелого медиа дня, дачи интервью, съемок фотографий, настройки компьютеров. И сейчас уже засели в практис-румах, активно тренируются, готовятся. У них все-таки завтра первый игровой день против Pro100. И предлагаю вместе пойти туда наверх, посмотреть, что же у них там происходит. Мы подошли. 311 номер. Наши игроки. Буквально за этой дверью. Ну, постучимся. Опа. Здрасте, здрасте. Мы к вам в гости. Заходи. Хорошо вы здесь устроились. Вам не тесно здесь? Так мало есть меня? Нет, меня все устраивает. Все устраивает, да. Слушай, я чего хотел у тебя спросить. Это сейчас у всех на слуху. Совсем недавно, буквально вчера, Глэйв назвал тебя одним из игроков, который должен себя проявить в 2019 году. Что? Какие у тебя были эмоции, когда ты услышал об этом, прочитал? Ну, было приятно. Все. Все? Больше ничего не было. А нету такого, что вот типа, ну, какие-то, знаешь, возлагают уже ожидания на тебя, там, думают, что вот ты должен, а ты можешь где-то узнать, как все мы люди, можем ошибаться и тому подобное. Да, не особо. Все. Просто готовы? Ну, в прошлом году был тикер, в этом я взгляду кризис. Это ничего не значит. А, то есть это просто для вас похвала игроков, которые уже там что-то добились, не больше. У нас, ребят, случаясь накладка с праками, поэтому сейчас у нас неочередная рубрика, что едят авангард. Вообще-то едят, что есть, а что есть, сейчас посмотрим. Так, в общем, это мясо. Пахнет отпадно, честно. Бастер, дружище, рассказывай, что ты кушаешь? Рис. Рис? И все? Я думаю, что... Неплохо ты. Я все-таки, наверное, остановлюсь на картошечке, которая выглядит вкусно. Что у нас здесь дальше? О, это что-то гороховое нечто. Я даже не знаю, как это толком описать. Но оно с помидорами, а пахнет не очень. Так. Чем порадовала нас ESL так же? Насколько я знаю, это то, что выглядит как куриные наггетсы, но куриными наггетсами не является. Это картофельные, короче, штучки такие. И я так понимаю, человек по имени Бастер хочет отведать их. Нет, я просто. А, ты просто? Давай, а, вилочку. Что мне присоветуешь со сладкого? Я вижу, что я вот так приел чизкейки. Да, я люблю чизкейки. Эх, тихо. Ну, если сам игрок говорит, бери чизкейк, то кто я такой вообще, чтобы ему отказывать? Тарелку, наверное, поменьше стоит взять. Глаза разбегаются. На самом деле здесь очень много чего сладкого, разного. Я не знаю, что это, с чего оно, поэтому возьму наугад. Так, я готов. У меня небольшой такой переобед под обед. Идем к ребятам. Ой, в общем, расскажи, как у тебя настроение? У меня сегодня нулевой день, медиа-день. Как вообще все проходит? Проходит все стандартно, наверное. Ну, обычный медиа-день. Ничего нового, ничего сверхъестественного. Единственное, встали очень рано. Ну, как рано? В 7.30 где-то. Ну, рано, по идее. Не выспались, короче? Ну, не особо. Ну, я спал часов в 7. Потому что прилетели довольно-таки поздно. Пока покушали, все дела. Вот, в год 12. Хорошо. У вас завтра первый матч против Просто. Да. У них, во-первых, сложилась очень непростая ситуация с заменой Сени на Кинзора. Точнее, Кинзора на Сеню, да? Как ты вообще смотришь на эту ситуацию, которая постигла команду, да? Как стоило, возможно, поступить организатором, по-твоему, в самой организации просто? Ну, по-моему, эти правила написаны заранее. Так что для всех одни условия. Ну, если бы мы были, мы бы тоже, наверное, негодовали. Но так сложилось. Ну, он, по идее, прилетел. Мне кажется, все нормально у них. Да. Мы его, кстати, видели в аэропорту. С ним все нормально, вроде как. Полные составы. У вас матч завтра в 11 по-местному. Как вот ты оцениваешь простой? Это легкий орешек или все-таки с заковырицей? Ну, я не люблю комментировать наши предстоящие игры. Не знаю, будет что будет. Будет что будет, да? А не против, если пройдемся по другим командам? Да. Парам. Хорошо. Гораздо, да? Смотри, в группе B, в вашей группе, Рунтайм ГГ против Винстрайк Тим играют. Так. Это Рунтайм, это Старикс и вот это вот ватага старых СНГ-шных матерых пацанов. В общем, твой прогноз? Мне кажется, Рунтайм могут побороться, но Винстрайки, думаю, выиграют. А вы не играли там праков каких-то? Нет, мы с СНГ командами обычно не играем праки. А в группе A там такой подбор, Тим Спирит, там Гамбит, Саймон. В общем, кто вообще выйдет из этой группы для команды, по-твоему? Ну, думаю, могут Саймон, могут, ну, Гамбиты должны выходить и Спириты. Ну, мне кажется, фавориты Гамбиты и Спирит, но могут Саймона настрелить. В моем мнении. Я думаю, может, там Катавицу посмотрите, походите, покупаете что-нибудь. Этот город меня как-то не завлекает. Чего? Такое. Слишком снежно, слишком холодно или слишком польско? Слишком польско. Я понял. А какой город тебе нравится больше всего? Вы же за последние 2018-е годы вообще побывали много где, да? Ну, у вас больше всего понравилось в Нью-Йорке. Ну, Америка. А давай топ. Нью-Йорк, наверное, Лондон, Чикаго. Так. Ну, Москва, Питер так. Атланта тоже так. Я там болел. Не выходил. А Бухарест? А, Бухарест. Ну, это уже свой город. Ну, он очень-то похож на Катавицу. И этим он тебе нравится или не нравится? Мне нравится. Ну, так. В числе восточная Европа. Не, в Бухаресте мы просто выигрываем каждый турнир, который посещаем. Ну, два из двух просто получилось. Надеюсь, у вас эта традиция продлится и на Катавицу здесь, и вы покажете всем парням, что не зря так долго тренировались упорно. Смотрите за нашими влогами, следите, нажимайте кнопочку подписаться. И, конечно же, лайк за авангард. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...